Порядка 350 миллиардов тенге получат сельхозформирование республики от аграрной кредитной корпорации до конца 2022 года. Заемные средства направят на реализацию аграрных проектов. На востоке страны необходимые инвестиции получил Агрохолдинг, снабжающий казахстанский рынок растительным маслом. Сегодня предприятие нарастило мощности и вышло на экспорт. Перспективы отечественного агробизнеса увидел Вячеслав Витлугин. Региональные агроформирования страны выросли в крупные холдинги-экспортеры во многом за счет выгодных долгосрочных кредитов. Предприятие «Оскимен Агропродукт» на 750 миллионов тенге заемных от аграрной кредитной корпорации запустило маслозавод, налажено кормопроизводство. Кредитные условия позволяют бизнесменам расширяться, оформляя в качестве залогового имущества закупаемое оборудование. Столь лояльные условия ни один казахстанский банк сегодня не предоставляет. Самое главное условие в аграрной кредитной корпорации – процент ликвидности залогового имущества очень великий, составляет 0,85%. Плюс к этому еще же они берут залог оборудования, приобретаемое движимое имущество. И процентная ставка – 8%. Лояльная залоговая политика компании привлекает новых партнеров, делая льготное финансирование для агрария более доступным. За 21 год деятельности в сельскохозяйственную отрасль корпорация направила больше 2,5 триллионов тенге. В целом объем финансирования в текущем году по Восточно-Казахстанской области составит порядка 17,5 миллиардов тенге. Экономический эффект от льготного финансирования очевиден. Благодаря поддержке корпорации в стране открываются новые молочно-товарные фермы, тепличные комплексы, овощехранилища, откормочные площадки, перерабатывающие заводы. Вячеслав Петлугин и Дмитрий Пыхтин. Усть-Каменогорск. Хабар-24.